Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ведущие Анна Лохвицкая. И Виталий Каршин, доброго дня! Ну что ж, мы встречаемся с вами в значимый день, в памятную дату российской истории, день Конституции на календаре. И, конечно же, эта тема будет центральной для обсуждения в нашей программе. Будет интересно и познавательно, оставайтесь с нами, но пока напомню о том, что у каждого из вас, наши дорогие телезрители, есть уникальная возможность присоединиться к беседе и задать вопрос гостю в студии. Для этого необходимо набрать номер 8 800 775 03 24. Звонок на эту линию бесплатный из любого региона и с любого телефона. Милости просим! И в начале нашего выпуска прилагаем к просмотру краткий дайджест главных новостей к этому часу. 12 декабря в Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийскому тестированию на знание Конституции. Его цель – повысить знание людей об основном правовом документе Российской Федерации. Проверить себя смогли все желающие, достигшие 12-летнего возраста и говорящие на русском языке. Пройти тестирование можно было в электронном виде на сайте общественного движения «Гражданин». Акция проводилась в четвертый раз. Традиционно ее участниками стали учащиеся средних образовательных учреждений, колледжей, вузов, известные общественные деятели, юристы, журналисты, блогеры, спортсмены, бизнесмены и политики. Все участники получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Правильные ответы будут опубликованы 13 декабря, а уже 20 числа будут подведены общие итоги теста и опубликован региональный рейтинг. Власти Карачаева-Черкесии прогнозируют увеличение турпотока в 2019 году на 11% по сравнению с прошлым годом. До полутора миллионов человек. Ожидаемый турпоток в предстоящий зимний сезон на курорте Дамбай составит около 300 тысяч человек и столько же на Архизе. Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснижения горнолыжный сезон продлится до апреля. За 2018 год Карачаева-Черкесию посетили более 1 миллиона 350 тысяч туристов. В 2017 году этот показатель составил 1 миллион 200 тысяч человек. Самыми популярными местами для отдыха в Карачаево-Черкесии остаются курорты Архиз и Дамбай, Тибердинский биосферный заповедник и туристический комплекс «Медовые водопады». В Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории Урубского муниципального района началась реализация мероприятий по рекультивации первой очереди хвостохранилища горно-обогатительного комбината Урубского месторождения «Медно-Колчеданных руд». Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. Реализация мероприятия позволит в 2021 году восстановить 56 гектаров земель, в том числе рекультивировать 47 гектаров и вернуть их в хозяйственный оборот. Кроме того, в 2020-2024 годах в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории республики планируется реализация мероприятий по ликвидации исторически сложившихся свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в границах города Карачаевска, станицы Зеленчукская и села Первомайская, а также рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Вышла в свет книга о туристических маршрутах нашего региона. Над изданием «Экскурсионные маршруты Карачаева-Черкесии» работали специалисты Министерства туризма курортов и молодежной политики региона, гиды и экскурсоводы республики. Издание содержит информацию о 158 конных, пеших и эко-маршрутах различной сложности. Все они разделены на категории по сложности, протяженности, перепаду высот, периоду действия и доступности. В книге можно найти краткую информацию о каждом маршруте и QR-код для получения более подробной информации или построения конкретного маршрута по GPS в мобильном приложении. В Ногайском районе состоится ежегодный благотворительный концерт «Добро откроется сердца». В этом году его приурочили ко Дню инвалида и Дню матери. Мероприятие пройдет в ауле «Икон Халк» 16 декабря, начало в 14.00. Свои лучшие танцевальные и вокальные номера гостям праздника продемонстрируют популярные артисты республики. Все вырученные в ходе концерта средства направят на помощь малоимущим семьям и семьям, воспитывающим особенных детей. Кстати, особенные детки также приглашены на концерт. Акция в Ногайском районе проводится с 2010 года. За это время удалось собрать более полутора миллионов рублей. А мы переходим к основной теме нашей программы. 12 декабря – одна из значимых памятных дат российского государства. В этот день, в 1993 году, всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в российской газете 25 декабря 1993 года. Основной закон государства является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В современной российской Конституции предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и Первая Конституция СССР, которая была принята в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так называемая Брежневская Конституция 1977 года, которая действовала вплоть до распада Советского Союза. Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одним из последних является положение о том, что президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании ранее на 4 года, и о том, что Государственная Дума избирается сроком на 5 лет, а ранее на 4 года также. В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также в связи с введением Института федеральных сенаторов. Очень много информации, но будем сегодня подробно все рассматривать. Хочется напомнить о том, что в первые 10 лет после принятия Конституции день 12 декабря считался нерабочим. После этого сейчас принято понятие о том, что это памятная дата российской истории. 12 декабря по всей стране, конечно же, проходит огромное количество различных тематических мероприятий. В первую очередь они охватывают, безусловно, подрастающие поколения, которые знакомят с основами и главным законом российского государства. Кроме того, ребята, которые достигли 14-летнего возраста в торжественной обстановке, получают паспорта граждан Российской Федерации. У каждого жителя страны, да и гостя нашего государства, есть возможность проверить уровень своей правовой грамотности. Но обо всем по порядку и о том, конечно же, как празднуют День Конституции в нашей республике мы сегодня будем рассказывать. Позвольте познакомить вас с гостем в студии. Это Ринат Джанкиозов, член Совета Карачаева-Черкесского отделения Ассоциации юристов России. Здравствуйте, Ринат. Добрый день. И с праздником. Вас тоже с прошедшим праздником. С прошедшим, ну, идущим, да? Ну что ж, спасибо огромное. Ну, Конституция — это, конечно же, праздник, я так считаю, что не только для юридического сообщества и законотворческого. Это праздник для каждого гражданина. Ведь надо понимать, что Конституция — это основной закон страны, на основе которого все строится. Я предлагаю начать нашу беседу с того, что напомнить, в каких условиях принималась Российская Конституция, как шло ее формирование и вообще, что это за документ, каким он получился на выходе. Спасибо, Анна. Для начала маленькую поправочку, чтобы мы не думали, и наши зрители, что Конституция первая появилась у нас в Советском Союзе, в СФСР. Первая Конституция была принята в 906 году, то есть еще в Российской империи. Еще раньше. Да, немножко раньше. Таким образом, наша Конституция является шестой по счету. По вопросу ее, скажем так, генезиса, принятия, все мы помним, знаем, что ситуация конца 80-х, начала 90-х, имеем Конституцию 78-го года, которой уже 10 лет, она уже фактически не отражает той ситуации, которая в стране складывается. То и общественно-политической ситуации, то и экономической ситуации, и тех изменений, которые есть. В связи с тем, что в 90-е годы, в 90-м году принимается декларация о независимой суверенитете РСФСР, получаем еще большее несоответствие действующей Конституции и сложившейся ситуации. И первоначально начинается попытка поменять действующую, старую Конституцию. Масса изменений вносится, но все понимают, что таким образом этого не достичь. К 93-му году это понимание окончательное, начинается работа над Конституцией. И вот тут специфика, во-первых, того, что мы получили в результате действующей сейчас Конституции, была заложена именно тогда. Мы получили два центра государственной власти, фактически, да, то есть, с одной стороны, вот буквально только что избранный всенародно президент России, и Верховный Совет, высший орган государственной власти, который определяет все направления внутренней и внешней политики, по крайней мере, имеет право на них влиять. И начинается работа по параллельному написанию двух Конституций. Таким образом, к лету 93-го года у нас было в проекте две Конституции. Конституция Президентская и Конституция Верховного Совета. Две, скажем так, конкурирующие стороны рассылают проекты своих Конституций в регионы. Соответственно, регионы, получая два текста Конституции, причем от двух высших органов власти в стране на тот момент, попадают в некоторую сложную ситуацию. И по итогу большинство просто отказываются каких-либо действий предпринимать, потому что ситуация довольно сложная. И вот эта конструкция привела к тому, что мы все знаем. Это октябрь 93-го года, это в итоге силовое решение, скажем так, разрешение кризиса. И вот тут наступает тот момент, когда, наверное, единственным правильным решением было бы все-таки не принятие какого-то одного варианта Конституции сверху вниз, а вынесение ее на референдум. В любой другой ситуации без проведения всенародного голосования это, безусловно, привело бы к огромному конфликту. А по стольку-постольку голосования всенародное, мы на выходе получаем, что 58% граждан, проголосовавших, проголосовали за. Именно эта Конституция становится точкой сборки общества. Той силой, которая не дает расползаться кардинально. Да, есть проблемы, есть противодействия и противоборство элит, которые существуют на тот момент в стране, но есть некие точки общие, которые позволяют работать дальше. То есть костяк есть, осталось дорастить этот костяк, каркас, скажем так, законами, которые бы работали. Вот, еще, скажем так, хороший вопрос, потому что вот тут как раз вы озвучили одну из позиций, которые существуют в юридической, в принципе, теории о том, что Конституция это что-то такое, ну, скелет, скажем так, на который наращиваются мышцы в виде федеральных законов, федеральных конституционных законов, актов президента и правительства республики. Другая точка зрения, и в частности некоторые из разработчиков Конституции 1993 года говорили об этом, что Конституция это не то, что сейчас, и мы должны вот это развивать. Это то, к чему мы должны стремиться. Это модель. Мы все прекрасно понимаем, что в 1993 году, когда 58% жителей России проголосовали за предложенный вариант Конституции, она не была Россия ни демократическим, ни правовым, и тем более не была социальным государством, в которой развивается экономика, в которой замечательно работает частный бизнес. Это была другая страна. И закладывая вот именно эти базовые принципы в Конституцию, мы по сути делали модель будущего. Ту Россию, которую мы хотим увидеть в результате работы этой Конституции. И, соответственно, это второй подход, что мы должны уже не наращивать существующую Конституцию, а все вместе прилагать максимальные усилия к тому, чтобы все-таки то, что записано в Конституции, мы видели с вами каждый день в окружающей действительности. То есть на практике реализовать, получается? Ну, да. А вам какое мнение ближе? Я отношусь все-таки к той категории правоведов, которая считает, что все-таки Конституция, она имеет двойственный характер. Да, в ней, безусловно, есть базовые моменты, они отфиксированы. Это механизмы действия органов государственной власти. Принцип разделения властей, институт президентства, как некая четвертая власть, не входящая ни в одну из. Это те вещи, которые работают с самого момента ее принятия. Но с точки зрения, допустим, тех прав, свобод граждан, которые не закреплены, это, безусловно, взгляд в будущее. На сегодняшний день мы все понимаем, что социально-экономическая ситуация не позволяет нам в полной мере достичь того, что отфиксировано в Конституции. Соответственно, я отношусь к той категории, которая считает, что это, скорее, модель того государства, которым мы должны стать в итоге. Ну, в итоге нашего развития, да. В идеале, получается? Ну, скажем так, в идеале, да. Ну, все-таки современность, да, то есть с момента принятия Конституции 26 лет уже прошло. Надо понимать, что время идет, все течет, все меняется, и Конституция будет меняться. Вот здесь тоже такой интересный момент. Хорошо или плохо то, что главный закон страны подвергается изменениям? Как вы можете прокомментировать этот момент? Ну, вот это полностью совпадает, да, то, что Конституция должна меняться с тем, что, вот я сказал раньше, поскольку она является инструментом, результатом поиска компромисса. Конституция — это не просто документ-закон, да, он, да, это основной закон, но он кардинально отличается от всех других законов чем? Он живой. Ну, допустим, Конституция 93-го года, вот, может быть, это покажется кому-то парадоксальным, но то, что в ней было заложено, те, скажем так, поручения, они ведь до сих пор до конца не все выполнены. Ну, я имею в виду, что, например, предусмотренные Конституцией высший орган спорта правительства Российской Федерации, ну, Конституция 93-го года, а закон о правительстве появляется только, если не шла, там, в 96-м году, то есть спустя три года. У нас законы о гимне, флаге, гербе появились только в 2000-м, то есть, там, 7 лет. Есть необходимо некоторое время для реализации того, что уже есть. А уж то, что оно будет меняться и далее, это безусловно, потому что без реакции на существующие реалии жизни Конституция будет мертвой. Но при этом меняться как? Ведь есть подход такой, что Конституцию менять нельзя, нельзя трогать в ней ни одной строчки. Допустим, вот мы обратимся к зарубежному опыту, есть Конституция Соединенных Штатов Америки, вот они ее приняли и она остается неизменной. Поправки к ней принимаются... Раз в 100 лет? Ну, немножко чаще, но... Верховный суд. Верховный суд принимает решение, ну, есть такой подход, что раз это не депутаты, не члены каких-то партий, они менее подвержены влиянию, поэтому... И мне кажется, что именно вот такой подход, он, наверное, все-таки применим и реализуется в Российской Федерации. И не видя прямых извинений в текст Конституции, за исключением тех, которые были озвучены и вызваны объективной реальностью, то есть продление срока полномочий, принятие в состав Российской Федерации новых субъектов, либо изменение наименования действующих. Таким образом происходит трансформация действующей Конституции? Путем того инструмента, который в ней заложен, путем тех разъяснений, толгований уже существующих норм, которые дает Конституционный суд. Потому что применять напрямую нормы Конституции, хотя и предусмотрено прямое ее действие, мы все понимаем, невозможно. Что значит реализовать право на жилище? Что значит реализовать право на свободный труд? Абстрактная, некая идеальная модель, для реализации которой требуются механизмы. И когда вот эти механизмы вступают, допустим, в некоторое противоречие, либо в области понимания с федеральным законом, необходимо разъяснение Конституционного суда. Конституционный суд дает его, оно приобретает силу Конституции, таким образом дополняет действующий текст Конституции. И мы имеем жесткий каркас, где те базовые принципы, к которым мы стремимся, правовое, социальное, демократическое государство, остаются неизменными, а те вызовы, которые на сегодняшний день регулируются. Поэтому да, Конституция должна меняться, она обязана меняться, иначе она станет просто мерзлым документом. Здорово. Хочу вот еще что отметить, что, безусловно, создание и принятие главного закона страны вызвало необходимость принятия и региональных законов, и принятия Конституции в субъектах Российской Федерации. Сюжет о том, как принималась Конституция в Карачаево-Черкесской Республике, подготовили корреспонденты нашего телеканала. Ну и на примере нашего региона давайте познакомимся с тем, что происходило тогда, в 90-е, здесь, в Карачаево-Черкесии, и как принимался основной закон нашей республики, республиканская Конституция. Внимание на экран. Принятие Конституции страны в 1993 году потребовало от самостоятельных субъектов создание своих основных законов. Поначалу, на тот момент, еще Карачаево-Черкесская автономная область столкнулась с рядом проблем. Во-первых, отсутствовал парламент. Во-вторых, начались разговоры о разделении области на макро-республики. В связи с этим, в марте 1992 года было принято решение провести референдум. Опрос населения на предмет, как они хотят жить, в составе объединенной целостной республики или каким-то другим образом. И отрадно сказать о том, что абсолютное большинство жителей Карачаево-Черкесии, 80-80%, высказали за то, что они за проживание в единой Карачаево-Черкесской республике. После итогов референдума и согласований с Москвой, республика была узаконена в качестве полноценного субъекта Российской Федерации. Далее состоялись выборы Народного собрания, в результате чего было избрано 73 депутата первого созыва. На первом же заседании парламента была избрана Конституционная комиссия, на плечи которой легла эта ответственная и непростая задача. Куда вошли председатель правительства Карачаево-Черкесской республики Хуби Владимир Славович, спикер парламента Иванов Игорь Владимирович. Такие депутаты, как Конов, Хапаев, Хуранов, Хабов, Титаренко и другие. Важно было принять этот документ с учетом специфики нашей республики, но при этом не нарушать положение Конституции Российской Федерации. Начался непосредственно процесс подготовки текста, который должен был быть изложен ясным и понятным языком, соблюдением всех юридических требований и формулировок. Проект Конституции был опубликован в газете «Ленинское знамя» для того, чтобы люди могли ознакомиться с будущим основным законом республики. После опубликования текста Конституции в комиссию поступило более трех тысяч предложений и замечаний, которые были рассмотрены и учтены в дальнейшем. 5 марта 1996 года Конституция Карачаева-Черкесской республики была единогласно принята депутатами парламента. Это был настоящий праздник не только в республиканском центре, но и в городах, районах, населенных пунктах. Отмечали, что единогласно была принята Конституция нашей республики. У нас многонациональная республика, и нужно, чтобы учитывались права и обязанности каждого гражданина, их общие интересы, чтобы урегулировали общественные интересы наших наций. Много же наций проживает в нашей республике. Потому что полпорядок, самое первое, и по республике. Конечно, обязательно нужна Конституция. В Конституции есть статья, что человек имеет право на бесплатное образование, человек имеет право, живущий в Карачаево-Черкесии, на жилье, ну и многое-многое другое. Конституция нужна для того, чтобы учитывались мнения каждого, потому что республика является многонациональной. В результате насыщенной и упорной работы по оттачиванию текста документа Конституция получилась интересная, не шаблонная, уникальная. В Конституции Карачаево-Черкесии есть такие положения, которые не встречаются в других Конституциях страны. Но при этом эти статьи не противоречат Конституции Российской Федерации. В статье 35 у нас записано уважение к старшему, женщине, людям разных религиозных убеждений, священны и охраняется Конституция Карачаево-Черкесской республики. Ни в одной Конституции, субъектах Российской Федерации нет такого положения. Также в преамбуле Конституции упомянуто название всех основных народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, как субъекта образующих народов. Аналогии этому нет ни в одной другой Конституции Российской Федерации. Принятие Конституции создало условия для политической, экономической, социальной стабильности в регионе, упрочило статус в составе Российской Федерации. С момента принятия главного закона республики в нее не вносилось серьезных изменений, а все незначительные поправки происходили в связи с меняющимся федеральным законодательством. Также на основе Конституции региона была утверждена символика республики и сформирована законодательная база, которая по сей день создает условия для дальнейшего благоприятного развития Карачаева-Черкесии. Мы возвращаемся в студию. Напомним, сегодня мы говорим о главном законе страны. У нас в гостях Ринат Жанкезов, член Совета Карачаева-Черкесского отделения Ассоциаций юристов России. У меня вот такой вопрос. Безусловно, каждый человек должен понимать свои права и обязанности, должен знать и Конституцию, и понимать, как она работает, что там прописано в идеале. Но как вы оцениваете уровень правовой грамотности населения у нас? Ну, наверное, я не могу говорить о том, что я могу давать какие-то оценки уровня правовой грамотности. Есть некие объективные инструменты, некие объективные критерии. Социологические опросы всевозможные, конкурсы, тесты. Мы, например, как Ассоциация юристов России, в том числе для понимания того, каков уровень правовой грамотности, правосознания жителей нашего государства, запустили три года назад такой проект, как «Всероссийский юридический диктант», который одной из своих целей ставит именно понимание уровня знания прав, своих прав, свобод, обязанностей гражданами Российской Федерации. И вот в этом году третий ежегодный, слава богу, у нас прошел. И посредством его мы получаем ответ, в том числе на задаваемый вами вопрос. Если говорить о результатах, насколько я помню, по прошлому году, после прошлого года по Карачаево-Черкесской республике, знание своих прав, обязанностей в всевозможных базовых отраслях юриспруденции, жители показали, ну, там была твердая четверка. Там были интересные результаты по социальным группам, по возрастным. Естественно, была своя специфика. И по возрастным группам, насколько я помню, опять-таки результаты прошлого года, там наилучший результат показала возрастная группа 27-38, а наилучший результат показала младшая группа, хотя по количеству она была самая многочисленная. Студенчество, в основном студенты вузов и среднепрофессиональных учебных заведений. Ну, видимо, в силу отсутствия опыта житейского некоторого, который людям более старшего поколения позволял решать задачи не руководствуясь юридическими знаниями, а руководствуясь практическим опытом. Поэтому Всероссийский юридический диктант, как один из механизмов оценки уровня знаний граждан Российской Федерации в сфере законодательства, это очень отличный инструмент. И мы его довольно успешно развиваем и надеемся развивать нарастающими темпами в дальнейшем. В каждом регионе страны была у людей возможность на площадках написать подобный диктант. У нас тоже были образованы несколько площадок в регионе. Как проходил диктант, у нас тоже готов сюжет, но мы все-таки больше подробнее об этом поговорим. Я хочу напомнить вот еще о чем, что Всероссийский правовой или юридический диктант это акция долгосрочная, многолетняя. В этом году она проходит с 3 по 12 декабря. Сегодня еще есть возможность проверить уровень своей юридической грамотности. Сделать это можно на официальном сайте акции. Онлайн-тестирование можно пройти буквально полчаса вашего времени, и результат будет здесь и сейчас. Скажите, вот вы наверняка тоже проверяете себя, проходите то самое пресловутое тестирование. Как показывает себя результат? Ну я думаю, что 100% или близко к тому. Абсолютно нет. То есть даже люди, которые по роду своей деятельности постоянно, ежедневно изучают законы, изучают изменения, работают в этой сфере, тоже не показывают 100% результатов. То есть падать в обморок, если у вас там 30-40% уровень, не надо. Абсолютно. Падать в обморок не надо, тем более, что он рассчитан же, этот диктант, не только на профессиональных юристов, либо студентов юридических возрастов. Он рассчитан на широкий круг граждан. То есть если вы набираете 40 баллов, вы можете себя поздравить, это очень хорошо. Ну и 100, да, и 100 возможных. В этом году я набрал 72. Считаю, что это неплохой результат, потому что встречались вопросы, которые ставили меня в тупик. Потому что я начинал, поскольку невозможно помнить всех норм, а в диктант включены нормы административного, семейного, уголовного, гражданского, трудового права, всех их помнить нельзя, то некоторые вопросы ставили меня в тупик, и я начинал рассуждать логически. И, соответственно, там, где я рассуждал логически, не всегда, видимо, моя логика совпадала с логикой законодателя. Там, вот, например, по ряду вопросов семейного права, я, например, ответил, ну вот, логика меня подвела, потому что там, например, был такой вопрос, что каким категориям граждан нельзя вступать в брак? Назовите несколько. Естественно, написав, что нельзя вступать в брак усыновителям и усыновленным, я обратил внимание на категорию «двоюродные братья и сестры». Я на автомате сказал, что этой категории вступать в брак нельзя. Однако, семейный кодекс говорит «нет». Законодатель решил по-другому. Да, он говорит, что нельзя родным и по прямой восходящей-нисходящей линии, либо если у них общий отец и мать. То есть, моя житейская логика подсказывает, что этого нет. Это нехорошо и неправильно, а закон не запрещает. И вот такие вещи. Ну и, естественно, профессиональная деформация в той части, что внутренняя самоуверенность, чувство, ну что такое юридический диктант, рассчитан на среднего жителя РФ, для меня юриста. И не задумываясь, отвечая на вопрос, естественно, допускаешь ошибки. Но 72 – это очень хороший, как мне кажется, хороший результат. Замечательно. Я думаю, что сегодня наша беседа побудит наших зрителей тоже проверить свои результаты, буквально полчаса своего времени. Если я не ошибаюсь, 30 вопросов. 30 вопросов, 40 вопросов. И сколько времени на тестирование? Вообще, на полное прохождение теста дается один час. Один час? Да, то есть можно не торопясь, спокойно, потихоньку. Ну, если уверены, отвечаете быстрее и, соответственно, меньше времени. Я напомню, что еще сегодня можно проверить свои знания на официальном сайте акции «Всероссийский правовой диктант». И немножечко по поводу Ассоциации юристов России хочется поговорить. Что это за организация? Чем занимается? И почему она все-таки в контексте Конституции, других законов, защиты прав и интересов граждан очень важна и нужна? Ну, изначально Ассоциация юристов России создавалась как общественная организация, которая должна объединить в себя людей по профессиональному признаку. То есть на тот момент, когда она создавалась, это 2004 год, в Российской Федерации существовала масса организаций, которые объединяли юристов. То есть мы не имели некой единой общей базы. И именно с этой целью она была создана. Спустя три года, в 2007 году в Республике было создано региональное отделение. Первая базовая задача, которая стоит перед Ассоциацией юристов России, это правовое просвещение. Правовое просвещение и оказание той помощи, которая поможет гражданам. То есть в бесплатном формате по интересующим их жизненным вопросам. Не у всех есть возможность обратиться в адвокатуру, допустим, хотя там тоже есть свой сегмент бесплатной помощи. И эта категория граждан, это наша первая задача. Плюс это правовое просвещение в том плане, что на базе Ассоциаций проходят всевозможные просветительские мероприятия, круглые столы, семинары и тому подобные вещи. И мы позволили, точнее, как организация в целом, взять на себе такую функцию, как некая оценка качества юридического образования, поскольку мы знаем, что это тоже есть в этом проблема. И некий рейтинг общественного доверия, скажем так, со стороны юридического сообщества, тем вузам, которые предлагают вам будущую профессию, Ассоциация юристов дает оценку и таким учебным заведениям. Но первое и базовое, это просвещение и оказание бесплатной юридической помощи. То есть замечательно. Клуб по интересам, который работает не только по интересам, но и в интересах социально незащищенных слоев населения, оказывает бесплатную юридическую, консультативную и другую помощь в том числе. Замечательно. Ринат, пока мы с вами еще в студии, хочется вот такого рода вопрос задать, я знаю, что вы члены избиркома Карачаева Черкесской Республики. Есть вопросы по поводу права граждан избирать и быть избранными. Конечно же, это одно из основных прав, которые записаны в Конституции. Совсем недавно проходили выборы, готовимся мы к новой выборной кампании в Государственную Думу Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, почему гражданам все-таки нужно быть активными в этом плане, принимать участие в выборах и голосованиях, потому что очень многие достаточно скептически относятся вообще к этой избирательной системе. Что можете сказать по этому поводу? Ну, смотрите, этот вопрос настолько глобальный, что ответить на него в двух словах. Ну, если ограничиться, да, буквально несколькими тезисами, невозможно критиковать те институты власти за нереализацию твоих потребностей, в формировании которых ты не участвовал. А самоотстраняясь от процесса формирования, ну, в данном случае, вот вы обратили внимание на 21-й год выборов в Государственную Думу Российской Федерации, как мы можем критиковать тех людей, которые не имеют к нам отношения, раз, а давайте посмотрим с обратной стороны, как они будут воспринимать критику нашу, людей, которые не сочли возможным, нужным принять участие в формировании данного государственного органа. С точки зрения региональной составляющей абсолютно такая же ситуация. Необходимо участвовать в формировании. Законодательные органы, они не только законодательные функции выполняют, они не только принимают законы, они еще в скобочках представительные, они должны представлять нас, представлять разные слои населения. И даже если мы в силу личных причин, ну, вот конкретно я, допустим, да, например, не пойду на выборы, то это значит, что моего представительства, а в моем лице, допустим, представительства определенной социальной группы, определенной возрастной группы, группы определенных политических взглядов в сформированном парламенте в данном, в этом случае, да, просто не будет. Необходимо принимать участие в формировании. Это, кстати, одна из функций Конституции. Она мотивационная. Понимая то, что каждый в праве избирать и быть избранным, граждане получают мотивацию к тому, чтобы заниматься этим. Избирать и быть избранным. Поэтому обязательно и необходимо. Ну, моя такая жизненная позиция, и во всех выборах проходящих в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе, я принимаю участие. Замечательно. Приходите на избирательные участки в момент проведения избирательных кампаний, выбирайте, и потом не говорите, что власти или законы в стране работают не так, как вам хотелось бы. Вы сами не делаете того небольшого вклада в то, чтобы эта система работала. Ну что ж, я благодарю первого гостя нашей студии, Ринат Дженкёзов, член Совета Карачаева-Черкесского отделения Ассоциаций юристов России. Очень подробно и интересно нам рассказал о Конституции и небольших моментах ее реализации на практике. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Ну а сейчас мы посмотрим на экран, вы увидите сюжет о том, как проводился правовой и юридический диктант в этом году, какие были результаты, какие отзывы и эмоции у тех, кто участвовал в этой акции. Ну а после этого вернемся в студию и продолжим обсуждение. Северокавказская государственная академия – один из центров проведения в Карачаево-Черкесии юридического диктанта, для участия в очном этапе которого в СКГА собрали студенты и преподаватели академии. Я вам желаю показать поистине очень хорошие результаты, которые будут подтверждать вашу грамотность. И, безусловно, мы вам за это тоже будем очень благодарны. Нашу правую грамотность тоже выясним. Потом поделимся результатами. Всем удачи. В Карачаево-Черкесской республике организатором этого мероприятия выступило региональное отделение Ассоциаций юристов России. Сегодня же мы в 12 часов на всей территории Российской Федерации, во всех субъектах проводится очный этап. Он начинается в 12 часов и заканчивается в 13 часов. Сдают на компьютерах. Сам диктант состоит из 40 тестовых заданий, связанных с конституционным, административным, уголовным и трудовым отраслями права. Были открыты три площадки. Они открыты на базе вузов республики, которые имеют в своем составе юридические факультеты, занимаются обучением будущих юристов. Это Академия, это государственный университет имени Алиева и это филиал университета Синергия. Проверить свои знания в этот день сумели и студенты юридического института СКГ. Для меня цель принятия участия в диктанте это в первую очередь проверить свои знания. То есть все теоретические вопросы, которые мы изучаем в течение обучения в юридическом институте, придя здесь, на этот диктант, он становится для нас, скажем так, одним из вариантов оценивания наших знаний. Для всех, кто не успел принять участие в очном этапе, есть возможность выполнить задание диктанта в режиме онлайн. Хотелось бы отметить, что это площадки для прохождения именно очного диктанта. А так, любой желающий в онлайн-режиме даже с мобильного устройства может принять участие в этом диктанте и оценить свои знания. Мы возвращаемся в студию. Напомним, сегодня мы говорим о главном законе страны. У нас в гостях Марта Расуловна Богатырева, директор юридического института СКГ. Здравствуйте. Здравствуйте и с праздником. Спасибо, Анна Завинна. Ну что ж, вопрос такого характера. Почему все-таки директор юридического института у нас сегодня в студии? Надо понимать, что за соблюдением и применением законов следят все-таки люди с юридическим образованием. И очень важно подготовить качественных юристов, грамотных людей, чтобы в дальнейшем законодательство российское и республиканское в том числе совершенствовалось. Марта, расскажите, пожалуйста, о том, как проходит подготовка, какое количество ребят сейчас в вашем учебном заведении проходит подготовку, что это за система, меняется ли она с временем. Что следует сказать, что юридическая профессия это одна из классических профессий. Конечно, временами происходит некий спад по поводу ее популярности, но тем не менее всегда находятся желающие получить именно это образование. Безусловно, абсолютно понятно, и в связи с чем этот интерес складывается к этой профессии. Нет той сферы жизни, которая не регламентируется нормами права. То есть специалисты, которые могут ответить на вопрос, каким образом тот или иной процесс должен протекать в правом поле, они будут востребованы всегда. Тем более те, кто это будет делать качественно. Мы, скажем так, со своей стороны, надеемся, что мы занимаемся этим делом на достаточно качественном уровне. Что нам позволяет делать такого рода выводы? Наши выпускники практически все трудоустроены и достигают очень неплохих профессиональных успехов. Мы же, естественно, отслеживаем судьбу тех, кого мы выпускаем, мы за них несем ответственность. Значит, безусловно, в последнее время претерпела некоторые преобразования, да, система образования в целом, российская, безусловно, и так остынулась и тех, кто приобретает именно эту профессию. Сейчас классическая респруденция, она существует в двухуровневой форме образования. То есть сначала это программа бакалавриат, 4 года это уже выпускник с высшим юридическим образованием. Но, естественно, мы всем советуем, и практически все наши выпускники следуют нашему совету, они продолжают дальше свое образование по программе магистратуры. В нашем учебном заведении существуют две магистрские программы, то есть мы в полной мере предоставляем возможность получить классическое юридическое образование в полном объеме. Скажем так, в связи с тем, что специалитета юриспруденции уже очень давно не существует, то есть это, например, то образование, которое я в свое время получила, и те, кто занимается преподаванием в ВОЗе, тем не менее, несколько лет назад мы смогли пролицензировать специалитет правоохранительной деятельности. Это в чистом виде специалитет, тот классический, который мы все с вами знаем. Другое дело, что здесь несколько сужен профиль. Мы готовим профессиональных сотрудников правоохранительных органов. Это, естественно, тоже очень популярно, очень востребовано, особенно для представителей мужской части населения, потому что, как правило, сотрудники правоохранительных органов это все-таки мужчины. То есть вот таким образом у нас организован учебный процесс, мы уделяем ему, конечно же, внимание, мы отвечаем, это наша профессиональная деятельность, это зона нашей ответственности. Естественно, каждый день, становясь за кафедру, приходя на практическое занятие, мы несем ответственность за то, чтобы студенты выходили по окончании занятия с определенным багажом знаний. Мы за это, безусловно, несем ответственность. Вы сказали, что специалитета как такового, как раньше, в классическом, не существует. 10 лет назад не существует. То есть получается, ребята, которые оканчивают юридические вузы, юридические институты, они выходят специалистами широкого профиля. А как в дальнейшем им адаптироваться под условия той или иной организации или структуры, в которой они будут работать? Это понятно, что дальнейшая работа, изучение закона или какое-то поствузовское образование? Вот смотрите, здесь это, скажем так, несколько системная особенность в целом юридического образования. Юридическое образование и юридическая профессия, мне кажется, в плане многогранности мало что могло бы поконкурировать. Потому что юрист, вот этот термин, он крайне обширен в своем понимании, потому что юрист это судья, юрист это прокурор, адвокат, следователь, юрисконсульт, нотариус. Ну то есть вот охват профессии, ну на самом деле огромен. Естественно, те обучающиеся, которые обучаются по профилю юриспруденции, они изучают в процессе вот этого нормативного срока обучения огромное количество отраслей права. Почему? Потому что, естественно, придя в ВУЗ, мы не можем знать, где мы будем работать через 4 года или через 6 лет, заканчивая магистрскую программу. И в том-то и состоит наша задача подготовить их таким образом, что где бы они ни оказались, то есть какая бы сфера профессиональной деятельности ни сложилась бы у наших выпускников, они могли бы адаптироваться и могли бы использовать полученные знания. Готовить узкопрофильных специалистов, если мы говорим о юриспруденции, невозможно практически. То есть вот единственный пример, который я сейчас привела по поводу специалитета правоохранительной деятельности, это вот как раз-таки попытка профессионально готовить тех, кто будет работать в силовых структурах и правоохранительных органах. И это ведь не просто слова, это все произрастает из учебных планов. То есть смотрите, вот есть федеральные государственные образовательные стандарты, есть те базовые дисциплины, без которых юриста не может быть никогда. Естественно, здесь мы никоим образом не видоизменяем эти дисциплины, они безусловно должны обязательно изучить и, соответственно, продемонстрировать свои знания, пройти итоговую аттестацию по этим дисциплинам. А есть та часть учебного плана, которую учебное заведение имеет право варьировать. И вот здесь мы уже можем, скажем так, попытаться несколько профиль уже предугадать. То есть, соответственно, тем, кто будет трудиться в правоохранительных органах, чуть больше дисциплины, например, уголовно-правового профиля. То есть им не необходимо знать слишком много, не то чтобы слишком много, это вообще некорректно так говорить, но чуть меньше гражданского права, чуть больше уголовного. То есть вот таким образом мы пытаемся подойти к тому, чтобы подготовить специалиста уже под определенные ведомства. Но все-таки начинается с изучения Конституции, безусловно. Безусловно. Переходя сегодня к нашему всему празднику. Да, это основа основ. Основа основ. Вот только что в сюжете мы посмотрели, что СКГА, юридический институт, вновь в этом году стал базой проведения тестирования граждан на знание закона, главного закона и других законов нашего государства. Почему вам это интересно? Почему вы из года в год предоставляете площадку, собираете людей у себя и проводите эту акцию совместно с Ассоциацией юристов? Ну, во-первых, следует сказать, что юридический институт Северо-Кавказской государственной академии это классическая площадка для всякого рода мероприятий, связанных с изучением права. Естественно, остаться в стороне всероссийского правового диктата совершенно у нас нет никаких шансов и нет такого безусловного желания. Ну, скажем так, по ряду объективных причин. Мы уже третий раз выступили региональной площадкой для проведения очного этапа. Вот в этом году на нашей площадке в очном этапе тестирования приняли более 300 человек участие. Наши студенты практически в полном объеме, то есть почти 300 человек наших обучающихся тоже приняли участие в правовом диктанте. Ну, безусловно, нам это сотрудничество с Ассоциацией юристов в этом контексте очень интересно. Почему? Потому что мы преследуем те же цели. Повысить уровень правовой культуры и просвещать в области знания права. Ну, и скажем, пусть прозвучит пафосно, но кто, если не мы? Естественно, на нас, на тех, кто пытается профессионально обучить праву, лежит огромная ответственность. Мы, во-первых, отвечаем за своих обучающихся. И все, что мы можем сделать, дабы повысить уровень правовой культуры, ну, как минимум, подрастающего поколения нашего региона, мы стараемся делать все то, что... Ну, скажем так, это одно из основных направлений деятельности. К слову, у нас, например, существует юридическая клиника, где студенты старших курсов занимаются оказанием бесплатной юридической помощи. То есть уже практикуют? То есть уже в чистом виде практикуют. Конечно, мы не можем допустить, чтобы они брали на себя эту ответственность в полном объеме. За каждым из них закреплен преподаватель-куратор, деятельность их координируется и контролируется, но, тем не менее, не в чистом виде. Ну, то есть можно провести аналогию с практикующими адвокатами. Они выслушивают посетителей и в меру своих возможностей знаний пытаются им помочь. Потому что следует отметить, что уровень правовой грамотности, несмотря на то, что в том числе это одно из направлений социальной политики в целом государства и нашего региона, он все-таки пока еще низкий. К сожалению и увы. А правовая культура и правовая грамотность может изучить несколько абстрактно, а приводит к поистине страшным трагедиям в жизнях граждан. Потому что, например, те случаи, даже которыми делятся посетители нашей юридической клиники, заявители, ну, то есть крайне много моментов, связанных ровно с тем, что граждане не знают, как следует поступать. Более того, имеет место быть случай неквалифицированной правовой помощи. Это совершенно недопустимо. То есть сосед сказал или бабушка нашел право? Совершенно верно, да. И вот, увы, разыгрывается действительно очень в чистом виде жизненной трагедии. Это крайне печально, потому что буквально некий средний уровень правовой грамотности помогал бы избегать огромного количества ошибок и проблем. А потому, естественно, мы стараемся все возможные усилия приложить к тому, чтобы уровень правовой грамотности повысить. Если вот абстрактно представить, что все население страны юридически грамотное, получится, что юристы станут не нужны, вы останетесь без работы? Я думаю, что такой сценарий невозможен. Профессиональная помощь юристам будет нужна всегда. Области применения этой профессиональной помощи, но они на самом деле настолько обширны. Опять же, не будем забывать о том, что вот к вопросу о Конституции, ведь у нас установлен принцип разделения властей, одна из ветвей власти судебная, а верши судьбы, совершая правосудие, естественно, могут только всегда квалифицированные юристы. То есть, я думаю, в той ситуации, когда не нужна быть помощь профессионального юриста, ее быть априори не может, но как раз такие, если бы уровень правовой грамотности повысился, возможно, случаи обращения несколько бы сократились. Но я не думаю, что это будет печально. То есть, теоретически это невозможно? Теоретически и практически возможно, но практически точно не и не реализуемо. Собственно, вопрос, а какие еще акции, возможно, проводились ко дню Конституции у вас? Ко дню Конституции, в частности, наше мероприятие юридического института будет проводиться у нас завтра. Сегодня мы принимали участие в мероприятии, посвященном дню Конституции на базе Карачао-Черкесского филиала университета Синергия. Мы как бы с ними всегда взаимодействуем. Завтра мы будем проводить интеллектуальную игру, посвященную Конституции Российской Федерации. Приглашаем обучающихся из других вузов и будем выявлять, кто из них лучше знает нормы Конституции. То есть, вот такого рода мероприятия. Кроме того, у нас на постоянной основе преподаватели взаимодействуют со средними учебными заведениями. И именно в части конституционных прав и свобод граждан мы проводим публичные лекции. Грубо говоря, просвещаем подрастающее поколение. Это лекции для школьников. Для школьников. Именно посвященные Конституции Российской Федерации в части прав и свобод граждан. То есть, остальные разделы пока они еще как бы в силу уровня знаний не могут воспринимать. А вот в этой части, но это делается на постоянной основе и каждый год. Потому что, конечно, для нас Конституция, это, скажем, для каждого гражданина термин с особой смысловой нагрузкой. А для нас, тех, кто профессионально изучает право, безусловно, это совершенно особенное явление правовое. Правовое просвещение и подрастающего поколения в том числе. Вопрос такого характера. Молодые ребята, может быть, предыдущий гость наш сказал, что молодежь все-таки оказывается социально незащищенной в том плане, что и опыта жизненного нет, и знаний все-таки нет. Как вы считаете, как вы оцениваете, современная школа, не говорим о профильном образовании, современная школа дает достаточный базовый уровень юридической грамотности детям? Ведь все-таки в курсе общества знаний, истории где-то так или иначе есть, в том числе основы конституции и так далее, и так далее. По выходу из школы ребята оказываются юридически зрелыми, юридически готовыми к жизни в современном обществе или все-таки этих знаний недостаточно? Я думаю, что в любом случае было бы хорошо, если бы этих знаний было бы больше, если было бы в учебном плане возможно несколько больше внимания уделено изучению хотя бы основ правоведения, как минимум в старших классах. Я полагаю, что достаточный уровень сформированности тех знаний показывает именно те ребята, которые целенаправленно готовятся поступать в юридические вузы, то есть те, кто действительно сдает единый государственный экзамен по обществу знаний, по истории. Скажем так, те, кто поступает к нам, они показывают очень неплохой уровень знаний, как раз таки подтверждается результатом единого государственного экзамена. Но я думаю, что с точки зрения высшей школы наши пожелания конечно было бы несколько увеличить долю изучения основ правоведения в средних учебных заведениях. Ну, если мы говорим сегодня о законах, конечно же, хочется узнать вот еще о чем. Наверняка есть люди, которые не останавливаются на базовом, высшем юридическом образовании, получают высшие квалификации, ученые степени и так далее. На базе вашего учебного заведения существует докторантура, аспирантура и другие формы поствузовского обучения, скажем так. Вот смотрите, по поводу поствузовского обучения, мы же сегодня говорим в чистом виде о юристах. К сожалению, пока мы можем предложить только уровень магистратуры, то есть, что касается высших научных кадров, это аспирантура и докторантура, пока мы предложить не можем, но это связано с тем, что у нас достаточно малочисленный регион и вот удельный вес тех, кто имеет ученые степени, а ведь там очень много требований, дабы реализовать это все, он несколько снижен по сравнению с тем, как хотелось бы. Поэтому, дабы получить ученую, степень, кандидата наук или доктора наук, пока приходится нам выезжать в другие регионы, но я думаю, что это дело времени. Но тем не менее, люди, которые хотят совершенствовать свой уровень знаний, всегда есть, но и о широких слоях населения тоже не забывайте, что тоже очень-очень отрадно. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу, очень быстро пролетела сегодняшняя встреча, все потому, что очень грамотные, интересные гости получились сегодня, пришли к нам. Благодарим вас за визит, но и напомним, что сегодня, 12 декабря, памятная дата в истории российского государства. 26 лет назад была принята Конституция Российской Федерации, основной закон, который стал базой для жизни в нашей стране. Будем надеяться, что и права, и обязанности, прописанные в Конституции, будут соблюдаться всеми, но и тогда будет жить нам всем намного легче и проще. С Днем Конституции, дорогие друзья, на сегодня у нас все. Ну а наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами. Следующий выпуск «Карачаева Черкесия онлайн» выйдет завтра в 15.00. Оставайтесь с нами и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин